МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости и итоги дня на 4-м канале. Здравствуйте в студии Вероника Медведева. И Иван Иванов в ближайшие полчаса о самых важных и интересных событиях Екатеринбурга и Свердловской области. Вот, пользовались вот такими баллонами. Заправляли газовую горелку. Целый год без газа. Жители поселка Кедрово рискуют жизнями, чтобы приготовить обед. В новостройке, куда людей переселили из ветхого жилья, газ не поступает. Живая музыка обошлась бы дешевле. Магазин оштрафовали на 60 тысяч рублей за использование композиций американских музыкантов. А Крупская? Певица такая нету. Почему Надежда Крупская вдруг стала певицей? Что екатеринбуржцы помнят о празднике, который более 70 лет назад был главным в стране? И всем показывайте, что это прикрепил Эдуард Аргардович Россий. Историческое наследие в обычной шариковой ручке. Необычную экспозицию собрала учительница из Нижнего Тагила в коллекции уже более двух тысяч экспонатов. Десятки семей в поселке Кедрово рискуют взлететь на воздух. Чтобы накормить детей и поесть самим, им приходится использовать газовые баллоны. И самое интересное, что происходит, это все в многоэтажках, куда людей переселили из ветхого жилья. Газовые плиты пылятся на кухнях уже целый год. В дома попросту не поступает голубое топливо. Почему плиты стали лишь предметами интерьера, выясняла наш корреспондент Юлия Першина. Блинчики хочу. Ну блинчики долго тоже, на плиточке такой. И так уже целый год своей внучке Валентина Викторовна ничего путного не испечь, не приготовить не может. В такой же ситуации оказались еще 40 семей. Из аварийного жилья они переехали в новенькие трехэтажки, без газа. Плиты на кухнях служат лишь тумбочками. Вот трубы уже все проведены. Все проверено. Все полностью. И газовиками, и пышминскими проверено. Вот счетчики. Счетчики на нуле. Все у нас проверено. Плита вот стоит. Ну плита стоит как мебель. Теперь жители поселка Кедрово вынуждены готовить на электроплитках горелках. На свой страх и риск используют газовые баллоны. Многодетная мама Наталья признается. Страшно, но выхода другого просто нет. Нету если газа. Вот пользовались вот такими баллонами. Заправляли в газовую горелку. И кипятили бутылочки, воду. Приобрели небольшой термос, чтобы постоянно воду не кипять. Потому что электроэнергия ведь тоже дорогая. Жильцы уже и к застройщику ходили в управляющую компанию. Коллективную жалобу написали напрямую в Горгаз. Запрос к газовикам отправили и мы. Ответ получили весьма туманный. Прием кассети газораспределения напрямую не зависит от сдачи многоквартирного жилого дома в эксплуатацию. Кедровская строительная компания обратилась в Аугазпром газораспределения Екатеринбург за заключением договора на врезку и первичный пуст газа лишь 30 октября 2018 года. Договор составили за пару дней, но газ появится в квартирах только после того, как застройщик оплатит услуги газовиков. Когда плиты на кухнях жильцы смогут использовать по прямому назначению, сказать пока сложно. Однако жильцы по-прежнему не теряют надежды, что новогодний стол будут накрывать блюдами, приготовленными на газовых плитах. Юлия Апершина, Екатерина Лишукова, Евгений Лапидус. Новости 4 канала. Дешевле было пригласить скрипачей. Руководству Екатеринбургского продуктового магазина придется заплатить 60 тысяч рублей иностранным музыкантам. Предприниматели обвинили в нарушении авторских прав. С СССР в суд обратились специалисты российского авторского общества. По их данным, в конце октября в торговых залах магазина прозвучали три песни на английском языке. Хотя соглашения на их использование с авторским обществом у предпринимателей не было. Дело рассматривал Свердловский арбитражный суд. За незаконное воспроизведение каждой композиции он постановил взыскать штраф в размере 20 тысяч рублей. О том, часто ли такие случаи доходят до суда, мы поговорим с экспертом. В нашей студии появился юрист Михаил Хохолков. Михаил, добрый вечер. Михаил, здравствуйте. Ну что ж, давайте разбираться. В каких местах музыку можно слушать, в каких нельзя, чтобы не напороться на подобный штраф? Слушать можно в любом месте, где вам удобно. Другой вопрос. То место, которое предназначено для ведения предпринимательской деятельности, накладывает на его владельцев определенные обязательства. В том числе и по соблюдению авторских прав на музыкальные произведения. То есть там как физикам нечего, с них и бояться. Если мы зашли в магазин, а там, например, Валерий Леонтьев поет. Вас не оштрафуют совершенно точно. Но к владельцу магазина, действительно, как и в случае с продуктовым магазином, со стороны правообладателей могут быть предъявлены требования. И размер компенсации, предусмотренный гражданским кодексом, составляет от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Очень интересно, кстати, узнать, а какие штрафы назначались в Екатеринбурге? Самые высокие, да? Ну, не самые высокие, так скажем. Порядка 500 дел в арбитражном суде Свердловской области только с участием РАО рассматривалось в различные периоды. Но за последнее время, буквально месяц с небольшим назад, один из кинотеатров будет вынужден после вступления в силу решения суда выплатить порядка миллиона рублей за аналогичное правонарушение. Ну, такой достаточно серьезный удар по бизнесу, миллион рублей. У вас есть миллион. — Слушайте, это вообще законно, то, что российское авторское общество требует за произведение музыки деньги? Ведь это же не их, в конце концов, композиции, не они песни писали и тексты и так далее. — Безусловно, но это кредитованная государством организация, которая осуществляет коллективное управление авторскими правами. Вопросов со стороны юристов, практикующих в сфере интеллектуальной собственности, КРАО было на самом деле много. — Какие, например? — Судебная практика, а в том числе, какие права имеет РАО. И судебная практика время от времени менялась. То в пользу РАО, то наоборот. В последнее время как-то это более-менее устаканилось, и предполагается, что действительно при наличии заключенного договора автора с РАО, эта организация имеет право выступать истцом в защиту интересов правообладателя. — А если договора нет? — Это нужно будет доказывать той стороне, которая будет ответчиком по делу. — А кто-то выигрывал РАО? — Выигрывали. Неоднократно. — То есть шансы есть? — Шансы есть, и в любом случае, как минимум, игнорировать судебное заседание нельзя. Поскольку, как я сказал, минимальная сумма 10 тысяч, но она даже может быть в определенных случаях снижена по решению суда, но опять же только по ходатайству ответчика, который приведет какие-то свои доводы в обосновании необходимости уменьшения. Если не ходить в суды, то будет взыскана та компенсация, которую заявляется истцом. — Они максимально будут заявлять. Хорошо, Михаил, а какую музыку можно слушать, если не заключать договора с РАО, с исполнителями? Есть ведь какие-то композиции, которые можно свободно использовать? — Можно. Во-первых, это те композиции, которые перешли в общественное достояние. Сейчас это 70-летний период после смерти автора. — Это вся классика Моцарта, да? — Практически, да. И второй момент, который очень часто используется современными молодыми исполнителями, авторами, они выкладывают свои произведения под свободными лицензиями, например, Creative Commons. И такие произведения часто используют блогеры при иллюстрации своих блогов на Ютубе. — Потому что в свободном доступе, значит, можно пользоваться без договора. — Не всегда. В свободном доступе нужно иметь в виду, что не все, что в свободном доступе, можно использовать без согласия. Важно убедиться тому человеку, кто хочет использовать это произведение, в том, что есть у него на это права соответствующие. — Каким образом в этом убедиться? Начинающему предпринимателю, чтобы не подставить под удар собственный бизнес по незнанию? — Нужно повышать свою правовую грамотность. Я всегда это говорил. — Каким образом, пожалуйста, конкретную инструкцию? — Конкретную инструкцию. Во-первых, есть поисковые системы. Если я хочу использовать композицию, можно ее поискать. Кто правообладатель. Соответственно, любой поисковик выдаст результаты. Он покажет, кто является правообладателем, либо представителем в том регионе, в котором вы находитесь. С ним можно связаться, обсудить условия лицензионного договора, суммы небольшие, как правило, указываются. Поэтому в данном случае эта ситуация наиболее, с экономической даже точки зрения, более выгодна. — В общем, надо подковываться, выяснять заранее, кому принадлежит, заключать, может быть, с ними договора, чтобы не попадать потом в многомиллионные штрафы. — Безусловно. — Михаил, спасибо большое. Все понятно. Будем стараться не попадать, хотя нам-то что. — Доброго вечера. — До свидания. — А я напомню, что мы разговаривали с юристом и обсуждали музыку, которую можно и нельзя воспроизводить в общественных местах. Ну а сейчас продолжаем. В Екатеринбурге будут собирать самолеты. На Уктусе к открытию готовится новая экономическая зона «Титановая долина». — Сегодня на производстве побывали свердловские депутаты, ну и, разумеется, наш корреспондент Елена Поморцева. Одно из главных преимуществ второй площадки особой экономической зоны «Титановая долина» — своя собственная взлетно-посадочная полоса. Здесь уже испытывают вот такие самолеты «Даймонд», собранные специалистами Уральского завода гражданской авиации, а также воздушные лайнеры Л-410. Первые несколько самолетов этой модели собраны по заказу МЧС и Минобороны, поэтому снимать их нельзя. Авиастроители станут якорными резидентами на этой площадке. Специально для них здесь возвели здание площадью 10 тысяч квадратных метров. Основное — это формирование, конечно, новой компетенции для региона. Это авиационное производство, сборка самолетов, возможно, сборка вертолетов, производство компонентов для этой отрасли. Кроме этого, мы хотели бы здесь видеть резидентов из медицины. Также на территории аэропорта Уктус отремонтировали котельную площадь участка, который предоставили для особой экономической зоны 95 гектаров. На инфраструктуру в этом году выделили 350 миллионов рублей из областного бюджета. Как потрачены средства, сегодня проверяют депутаты законодательного собрания. В следующем году потребуются дополнительные бюджетные вливания. Главная проблема — нехватка газа и электроэнергии на площадке. В ближайшее время как раз мы будем рассматривать бюджет Свердловской области на 2019 год и плановый период. И обязательно все эти вопросы будут подняты. Наличие дополнительных объемов газа и электроэнергии — это даст развитие не только второй площадке особой экономической зоны Титановая долина, но и всему этому микрорайону. Название компаний, которые разместятся в Титановой долине, пока не называют. Известно, что производить на территории аэропорта Уктус. Помимо самолетов планируют медицинские шприцы и сидения для транспорта. Официальное открытие второй площадки особой экономической зоны состоится во второй половине ноября. Елена Поморцева, Александр Евтеев. Новости 4 канала. И прямо сейчас об официальных событиях этого дня. К нам присоединяется наша коллега Анна Авдеева. Аня, добрый вечер. Добрый вечер, Вероника, Ваня. Сегодня расскажу о том, как Екатеринбург готовится к проведению глобального саммита GEMIS в 2019 году. Ну и продолжаем выбирать имя нашего аэропорта. Второе. Да, пора бы уже. Все подробности прямо сейчас. Добрый вечер. Ну а начну с политической новости. Особое внимание уделить исполнительской дисциплине. Глава региона Евгений Куевышев дал первые поручения Валерию Чайникову, который накануне был назначен на пост руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Перед вами стоят самые серьезные задачи по улучшению работы аппарата, аппарата правительства, губернатора Свердловской области. Мы с вами должны, собственно, по-новому взглянуть на организацию работы. Губернатор подчеркнул, что рассчитывает на жизненный и профессиональный опыт Валерия Чайникова, который почти 6 лет был главой Свердловского избиркома. К слову, налаживание конструктивной работы с избирательными комиссиями всех уровней и сейчас входят в должностные обязанности руководителя аппарата. Чайников, в свою очередь, пообещал приложить все усилия по обеспечению эффективной работы для решения стоящих перед регионом социально-экономических задач. И сегодня же Евгений Куевышев проверил, как идет строительство Конгресс-центра рядом с Екатеринбург-экспо, где уже летом следующего года пройдет глобальный саммит производства и индустриализации G-MIS с участием глав 10 государств. Концентный зал, 5000 мест, полностью оформлены, 4000 человек наверху, 1000 батарей на зале. Губернатору показали все уровни строящегося Конгресс-холла и схемы навигации будущего центра. На сегодняшний день уже полностью сформирован каркас здания, обустроена кровля, смонтированы стены внутренних помещений. Началась работа по обустройству прилегающей территории. Дальше строители займутся чистовой отделкой, лифтами и системами безопасности. В новом Конгресс-центре предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных комнат. Площадка в Екатеринбурге станет одной из самых крупных в стране для проведения статусных деловых форумов, спортивных мероприятий и концертов звезд мировой величины. Ну а вот в самом ближайшем будущем мы выберем второе имя для нашего аэропорта Кольцова. Его название дополнит фамилии одного из прославленных земляков. В их числе и уральский сказочник Павел Бажов. Чтобы погрузиться в атмосферу прошлого и больше узнать о жизни и достижениях предков, активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» сегодня отправились по бажовским местам. Бажов – визитная карточка Урала не только потому, что он просто великий писатель, и он в числе великий писатель на самом деле очень заслуженно, но он еще и был очень ступным политическим деятелем. Сегодня волонтеры побывали в местах, где прошло детство и юность писателя. В селе Мраморском, на Мраморном карьере и в музее «Северская домна». И своими глазами увидели то, чему посвящены сказы Бажова. Имя уральского писателя может дополнить название аэропорта Кольцова, так же, как и имена маршала Георгия Жукова, изобретателя радио Александра Попова, композитора Петра Чайковского, первого президента России Бориса Ельцина и первого губернатора региона Эдуарда Росселя. Тройку претендентов определят 11 ноября. Победителя уже выберут сами горожане. Проголосовать можно будет в аэропорту Кольцова, на железнодорожном вокзале и в крупных торговых центрах. Результат узнаем 5 декабря. Так что принимаем участие, голосуем. На сегодня у меня все новости. Обязательно увидимся. Ребят, не могу не спросить у вас, вы какое бы имя дали второе для нашего аэропорта? Я бы не давал имя, если честно. Кольцово привычно и не надо запоминать. Но все-таки, если выбирать, Вероника. Я в последнее время все чаще думаю о том, что сказал Ваня, потому что на самом деле имя аэропорту Кольцова давали в честь летчика. И по сути дела имя у нас уже есть. И поэтому для тех, кто не проголосовал, давайте вспомним человека, который уже один раз удостоился чести. Я согласен с Вероникой. Спасибо, ребят, за вашим мнением. Спасибо тебе. До встречи. Мы продолжаем. Дай бог памяти, какой сегодня день, скажут многие. А для кого-то это ведь красный день календаря. В годовщину Октябрьской революции наша коллега Анна Малахова решила выйти на улицы и спросить у жителей нашего города о том, что они помнят о празднике, который более 70 лет был главным в стране. И некоторые ответы не то, что обескуражили, а они заставили усомниться, а учат ли в школе историю. С праздником вас! Спасибо. А с каким? 7 ноября. Красный день календаря. День 7 ноября. Красный день календаря. Посмотри в свое окно. Все на улице красно. Вьются флаги в ворот, пламенем играя. И летит на скрашный шар. Дальше я не помню. Стойте. Вы же вылитый просто. Вы посмотрите. Скажите «Ура, товарищи!» Ура, товарищи! Спасибо. День? День народного. А, он был воскресенье. Сегодня, не знаю. День октябрьской. Революция была. А кто такой Керенский? Я не знаю. А Крупская? Певица такая, нет, была? Да. Певица. А какие песни она пела? Я не знаю. Ну, самая знаменитая у нее песня была. «Выйду ночью в поле». С конем вот эта твоя песня, да. Революция – это хорошо? Хорошо – это когда эволюция. Не всегда хорошо. А вы вообще кто? Четвертый канал. А, четвертый канал. Это страшное дело. Сегодня день октябрьской… Вы забыли одно слово. Какое? Великой. День великой октябрьской социалистической революции. 1917 года. Кто такой Ленин? Как звали Ленина? Как зовут вашего преподавателя по истории? Кто такой Ленин? А Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Октябрь. Сейчас ноябрь, да? Ты знаешь, кто такой Ленин? Ну, как звали его? Тоже не знаю. А вот вопрос к вам. Да? Почему этот ребенок не знает, кто такой Ленин? А почему она должна знать, кто такой Ленин? А действительно! А зачем? Ну, что ты скажешь? Жалко, что некоторые дети не только не знают о том, что дети, подростки… Слушай, ну совсем ребенок-то ладно, но подростки… Ну, подростки, подростки, они не знают даже имени Ленина. Ой, я в шоке. Ну, ладно. И так, а мы продолжаем. Это еще не все… Нет, грозит ли Екатеринбургу мусорный апокалипсис? И как поведут себя уличные хулиганы в случае, если где-то в парке встретят настоящую звезду? Об этом коротко расскажем в нашем дайджесте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На долгие месяцы. И пока идут суды, договоры на уборку мусора заключать нельзя. Мы зашли, там сразу в рожа, как дыма, поддала. И все, и пожар. Барак на четыре квартиры сгорел этой ночью в Березовском. Пожарных вызвала женщина, которая проснулась среди ночи от резкого запаха гари. Из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. Еще двоих пенсионеров вынесли на руках пожарные. А вот хозяйку квартиры, где произошло возгорание, спасти не удалось. Звезда ринга Иван Штырков вышел на пробежку с гопниками. Минутный ролик, посвященный здоровому образу жизни, сняли в Шарташском лесопарке. По сюжету парни с характерной внешностью сидят на спинке скамейки, грызут семечки и собираются выпить. Но не успевают. По заснеженному лесу к ним эпично бежит боец смешанных единоборств Иван Штырков. Заметив гопников, в спортивных костюмах уточняет. Спортсмены? Парни возразить Штыркову не решаются. Послушно бегают и отжимаются. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. От гравировки на металле до печати под старинным прессом. С редкой техникой глубокой печати познакомились талантливые школьники из городов Свердловской области. Мастер-класс по печатной графике в рамках образовательной программы фонда «Золотое сечение» провел заслуженный художник России Владимир Зуев. Это еще не все события на сегодня. После короткой паузы узнаем об учительнице из Ежнего Тагила, которая вот уже 20 лет коллекционирует шариковые ручки. Поговорим о старте кампании по борьбе с ВИЧ. И, разумеется, узнаем прогноз погоды от нашей коллеги Инны Денисовой. Вы смотрите новости четвертого канала, и мы продолжаем. За последние 9 месяцев в Екатеринбурге было выявлено более 22 тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Такие неутешительные данные озвучил Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. И чтобы привлечь внимание к этой проблеме, центр объявил о старте информационной кампании. И прямо сейчас в нашей студии обсуждаем... Ты что, куда пропал? В общем, тогда в клубе с парнями мы кое-что попробовали. Сегодня выяснилось, что у меня ВИЧ. Я даже не знаю, что с этим делать. Сейчас в нашей студии обсуждаем вопрос распространения ВИЧ с главным эпидемиологом Екатеринбургом Александром Харитоновым. Александр Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы только что видели ролик, и герой этого ролика – молодые люди. Можно ли сказать, что и проблема-то как раз-таки для молодого поколения характерна? Ну, наверное, вот по последним данным за три последних года мы наблюдаем немножко другую картину. Действительно, сегодня любой человек на Земле может встретиться с ВИЧ-инфекцией. Но в городе Екатеринбурге и Свердловской области, вот по данным последних трех лет, как я уже сказал, у нас начинает преобладать группа возраста 30-39 лет и 40-49 лет. Чем это связано? Это связано с тем, что ВИЧ-инфекция переходит на передачу через половой путь. У нас преобладает путь передачи половой. То есть это говорит о том, что ВИЧ-инфекция пришла в социально благополучные слои населения. То есть до этого что, получается, преобладал другой путь? Преобладал наркотический путь, инъекционные наркотики. А вот последние годы мы это наблюдаем. И что беспокоит нас, это то, что люди несвоевременно приходят и обследуются на ВИЧ-инфекцию. Не насторожены в плане, что когда-то были какие-то случайные половые связи, или какие-то были другие события, которые могли привести к заражению ВИЧ-инфекцией. И люди чаще всего в этом возрасте приходят, когда они начинают болеть. У них ухудшается состояние здоровья. И в связи с этим их обследуются в том числе на ВИЧ-инфекцию. И оказывается, что они могли заразиться ВИЧ-инфекцией 10 лет назад, 15 лет назад. А сегодня их состояние начинает ухудшаться. Но это уже такие поздние сроки. И насколько я понимаю, если на ранних сроках это обнаружить, то вполне спокойно можно прожить долгую счастливую жизнь. Конечно. Сегодня масса примеров, когда ВИЧ-инфицированные люди, они живут, совершенно ведут нормальный образ жизни. У них нормальные семьи, у них рождаются дети. Но для этого нужно встать на диспансерный учет Центра СПИДа. Своевременно получать антиретровирусные препараты. Отслеживать состояние своего организма. Отслеживать количество клеток по существующим системам анализа. И, в общем-то, это все ведет к нормальному образу жизни. Но они уже не являются заразными при этом? Они в любом случае могут быть источниками инфекции. Но нормальные люди, которые думают о себе и думают об окружающих, они, в общем-то, ведут правильный образ жизни. Ну, хорошо. Просто многие могут этого не знать, да, Вероника? Вот встали они на диспансеризацию, и все хорошо. Через что может передаться инфекция? Через слюну может? Ну, основной путь передачи – это, конечно, половой путь передачи. Через слюну – это маловероятные, такие случаи не описаны. Это кровь и половой путь передачи. То есть при поцелуе с таким человеком… Опасаться нечего. Если вы не будете кусаться, то это все нормально. Вы упомянули такую формулировку «случайная половая связь», которая была много-много лет назад, и она может привести к заболеванию. Я хочу немножко развернуть ракурс нашего разговора, потому что совершенно недавно в разговоре со знакомой я узнала, что их пара больна, и это выявилось во время беременности. У нас часто беременные жалуются, что их очень часто обследуют на ВИЧ, в том числе порядка нескольких раз приходится сдавать. И как раз-таки, вот, видимо, я так понимаю, что это жалоба необоснованная, потому что раз информация об этом случается… Это жалоба необоснованная, потому что беременные обследуются три раза за период беременности. То есть каждые три места. И обязательно должны быть обследованы половые партнеры беременности. Это просто необходимо для того, чтобы своевременно начать профилактику новорожденному ребенку. Короткое резюме, пожалуйста. Как часто вы рекомендуете проводить обследование людям, которые взрослые, которые не замужем, не женатой, живут активную половую жизнь? Ну, если действительно человек ведет достаточно активную половую жизнь, то раз в полгода этому человеку нужно обязательно обследоваться. Спасибо вам за интервью. Спасибо, что вы стали пригласить в нашей студии. И вы будьте здоровы. А мы продолжаем выпуск. Ваня, ты знаешь, наши с тобой ручки вполне себе могли стать экспонатами в одной очень интересной коллекции. Да, что в них необычного? Ручки необычные. Дело все в том, что учительница из Нижнего Тагила, на мой взгляд, уже 20 лет провела в поисках прытка пишущего пера. Альберт Мусин побывал на необычной выставке. У меня в руках две ручки, которые у меня хранятся с 1979 года, когда я была молодой студенткой, активной комсомолкой. Прага, интернациональный молодежный фестиваль, экскурсия на завод Шкода. На память две ручки, которые тогда стали просто сувенирами. А спустя целых 20 лет появились ручки, посвященные Нижнетагильским выставкам. И Наталья разглядела в привычных канцелярских принадлежностях историческое наследие города и решила его увековечить. Так появился музей. Начала их вначале резиночками скреплять, потом я их стала раскладывать в коробки из-под обуви, их становилось все больше и больше. Дети у меня в это дело активно вовлеклись. Мама, у тебя еще вот такой ручки нет, а смотри, еще вот такая прикольная ручка. Гигантские миниатюрные советские перьевые, светящиеся с веерами, лабиринтами и даже встроенным проектором с видами Нижнего Тагила. В коллекции Натальи больше двух тысяч ручек. Большинство она собрала сама. Остальные привезли родные и друзья. В том числе из-за границы. Один из самых ценных экспонатов ручка, которую пусть и не подарил, но закрепил на стенде первый губернатор Эдуард Россель. Извинился, что у него нет с собой интересной оригинальной ручки, поскольку он не знал про это. Но по крайней мере он взял интересную ручку, прикрепил ее сюда. И всем показывайте, что это прикрепил Эдуард Аргардович Россель. В этом году шариковая ручка отмечает свой 130-летний юбилей. И Наталья планирует провести большую встречу со стилофилами, то есть собирателями ручек со всей России. И ждет в гости на выставке всех желающих. Вход свободный, но с собой лучше захватить какую-нибудь оригинальную ручку в подарок музею. Альберт Мусин и Александр Урчев. Новости 4 канала. И пришло время узнать, что с погодой. Ради самых точных прогнозов наш погодный эксперт Инна Денисов забралась на крышу небоскреба. Здравствуйте! Совсем скоро унылая пора подойдет к своему завершению. А пока психологи советуют обратить внимание на свои желания и по возможности их осуществить. Я, например, давно мечтала забраться повыше и посмотреть на наш любимый Екатеринбург сверху вниз. Смотрите, красота-то какая! Но согласитесь, белый цвет нашему городу больше идет, чем серый. Уже завтра в Екатеринбурге с утра ожидаем небольшой снег. Будет пасно над днем, еще присылает температура, но ночью минус 6. Ветер падает с северо-западный 2,7 метра в секунду. Атмосферное давление сегодня в 12 часов составило 740 миллиметров ртутного столба. И завтра днем она будет падать и составит 735 миллиметров ртутного столба. И теперь давайте заглянем в недалекое будущее. Осадки прекратятся уже в конце рабочей недели, но уже в пятницу столбик термометра нам покажет минус 10 градусов. Морозы не отступят в выходные. В субботу и воскресенье минус 9, минус 10, а ночью и того холоднее, аж минус 15. Но зато выгнет солнце, и мы увидим практически небо без облаков. Это был прогноз погоды на 4 канале. Обязательно мечтайте, и пусть плохая погода не станет для этого преградой. Ну а я с вами не прощаюсь, а лишь говорю. До свидания. Наш эфир продолжит программа «Стенд». На вопросы Максима Путинцева ответит заведующий неврологическим отделением городской клинической больницы номер 23 Вадим Гусев. Разговор пойдет о цифровом Альцгеймере. А у нас на этом все. Хорошего вечера. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова